Ребят, всем привет, с вами, как всегда, Джамбу Макс, и в этом видео я хотел бы с вами поговорить о графике, о ситуации с Xbox One S, там раскрыли кое-какие новые подробности, ну а также в этом видео я хотел бы высказать свое мнение по поводу разрешения в новых играх. Видос будет субъективный, но интересный, и надеюсь, все-таки большинство его поймет правильно и со мной согласятся. Чтобы понять мою мысль правильно, советую ролик смотреть до конца, потому что я понял, что люди иногда не смотрят ролик, не досматривают его до конца, делают какой-то поспешный вывод, пишут ахинеи в комментах, и в итоге просто этим дезинформируют тех, кто еще не досмотрел ролик. Короче, не надо так. Если вы с моим мнением будете не согласны, то напишите свое в комментариях. Перед началом видеоролика ловите промокодик на Алиэкспресс, который даст вам скидку уже в 300 рублей от суммы заказа в 1000 рублей. Промокод работает для всех, кто не делал покупки с 1 апреля до нынешнего времени. На Алиэкспрессе много всего интересного, поэтому если хочешь сэкономить еще больше, используй мой промокодик и получи скидку. И давайте начнем. Начнем с того, что с недавней новости о том, что те, кто анализирует разрешение в играх, обнаружили, что Witch Dogs Legion в Xbox Series X идет не в настоящем 4К. После этой новости сразу началось бурное обсуждение, кто-то стал ругать юбиков, кто-то оправдывает Xbox Series X, так скажем, сравнивая ее с топовой видеокартой и так далее. Также чуть ранее в той же самой игре нам показали, в принципе, разницу между Xbox One X и Xbox Series X. Это тоже вызвало немало обсуждений, для кого-то эта разница глобальная, для кого-то нет. Ребята, предлагаю написать вашу точку зрения в комментариях, как для вас эта разница весомая или нет. На мой взгляд, делая вывод с ютубовских роликов, разница есть, но она, наверное, не такая весомая. Хочу напомнить, что в новых консолях, а именно Xbox Series S и X, будет трассировка лучей, которая, в принципе, и должна показывать весь Next Gen, и в ролике ее можно заметить. Сразу скажу, что лучше все-таки это сравнивать вживую, потому что, смотря на ютубе, ну, можно все-таки кое-что упустить. Но опять же, то, что было показано, к сожалению, не так удивляет. Да, лучше, но незначительно. И тут мы опять возвращаемся к теме разрешения игры, вспоминаем все игры, которые нам показали, и понимаем, что трассировка лучей, там, 4К, настоящая 4К, 60 FPS, все это одновременно будет не всегда. И тут многие закипают, негодуют, мол, нас обманули, ведь все, скорее всего, рассчитывали на то, что 4К, ультра-настройки графики, 120 FPS, трассировка лучей, все это будет одновременно и всегда. Но, к сожалению, опять же, опираясь на эти тесты, нам становится понятно, что таких результатов будет достичь нелегко. И тут, на самом деле, я считаю, что это проблема маркетинга, ибо все нам внушали, что новые консоли это 4К, 60 FPS, там, 4К и 120 FPS. И, глядя на эти показатели, люди не думали, что какие-то проекты будут работать не на максимум. Да, ситуация может быть изменится и в тех же экзах мы получим максимум, а именно 4К, трассировка лучей и тому подобные вещи. Но в мультиплаформе, я думаю, будет такая же ситуация, как с Zirt 5. В принципе, о подтверждении или опровержении мы узнаем с новой Call of Duty. Там, мне кажется, будет понятнее, какие будут режимы, чем будут отличаться, как работает режим 120 FPS и так далее. Но, обсуждая эту тему, я хотел бы напомнить, что консоли это не ПК. Сейчас развитие технологий идет настолько быстро, что консоли с одним и тем же железом просто за этим всем не успевают. На мой взгляд, это началось, наверное, в начале 8-го поколения, когда выпустили уже заведомо слабые консоли. И на мой взгляд, в этом случае, если вы действительно хотите получать ультра максимум от картинки, выжимать абсолютно все соки, то переходите на ПК. Я прекрасно понимаю, что ПК стоит дорого, но тут дело выбора. Либо вы радуетесь тому, что может ваша консоль, либо переходите на ПК. Вбухиваете туда кучу денег, получаете максимум и уже не паритесь о никаком разрешении и так далее. На мой взгляд, то, что нам предлагают новые консоли, это очень даже, учитывая нынешнюю цену. Всего лишь за 45 590 вам дают 4К разрешение, 120 FPS, а также трассировку лучей и так далее. В Xbox Series S практически такая же фигня. Все будет то же самое, но в меньшем разрешении. К примеру, Якутза вроде как идет в 60 FPS в 900p, та же Geary 5 будет работать в динамическом разрешении и, насколько я помню, разрешение будет колебаться от 720p до 2К, при этом используя все улучшения. Многие сейчас могут подстегнуть, сказать, что капец, консолька очень слабая, 720p, что же делать? Но при этом, почему-то никто не учитывает, что данная консоль стоит всего лишь 27 тысяч рублей, выдает вам все технологии нового поколения, предоставляет вам высокие настройки графики, а также трассировку лучей. Напоминаю, что в новом поколении будут игры, которые будут предоставлять разные режимы производительности. Я, конечно, не уверен, что это абсолютно все игры, но так или иначе такие игры будут. И там вам предложат либо поставить максимальные настройки графики, либо стабильное разрешение и количество кадров, либо режим 120 FPS. Опять же, данный пример взят именно с Dirt. С этой темы мы плавно перетекаем в тему цифр и тестов. Она, по сути, самая главная в этом видосе, поэтому слушайте внимательно, чтобы понять мою мысль. Признаться, от этой темы у меня немножко бомбит. Да, я прекрасно понимаю, что эти тесты для того, чтобы показать, где настоящий 4К, где нет, где и что как масштабируется, где какое разрешение, где дроп FPS. Но меня больше всего бесят, наверное, не тесты, а то, как относятся к ним люди, простые потребители. К сожалению, на мой взгляд, люди очень сильно стали зависеть от цифр и показателей. И вместо того, чтобы посмотреть на разницу вживую, чтобы понять, устраивает вас картинка или нет, люди почему-то опираются на тесты, особенно на цифры. Знаете, если бы не было никаких тестов, мне почему-то кажется, что мало кто догадался бы, что тот же Watch Dogs Legion идет в ненастоящем 4К. Просто прикол в том, что разработчики для оптимизации делают очень хитрые штуки, которые нам, обычным пользователям, на глаз практически незаметны. Это, знаете, то же самое, как надо мной рофлили, что в гонках я чаще всего смотрю на машину и на трассу спереди. Но оказалось так, что разработчики это учитывают и как раз-таки делают акцент на тех вещах, на которые мы просто больше смотрим, урезая при этом те элементы, на которые мы меньше обращаем внимания. И все это делается ради того, чтобы как раз-таки показать максимум на тех элементах, на которые мы больше всего обращаем внимания. И вообще, если до такой степени брать во внимание там каждый камушек, каждый пиксель, то в любом случае мы поймем, что где-то что-то урезается. И тут у меня возникает простой вопрос, зачем многие на этом делают капец какое внимание, если то самое динамическое разрешение мы особо не замечаем. Да, я опять же понимаю, что тесты нужны для того, чтобы показать настоящее это или не настоящее, но опять же устраивать какие-то консоли срача из-за этого я не вижу смысла. Это, знаете, наверное, то же самое, как в 2013 году срали Хуан из-за разрешения 720p и 900p. Честно, на момент покупки Xbox One меня вообще не волновала эта тема, да и до сих пор не волнует. Когда в сети были срачи, то что Xbox выдает очень плохое разрешение, там очень плохая графика, ко мне в то время приходили друзья, чтобы поиграть в Xbox, и, ну, они думали, что на Xbox очень говно, все очень плохо. Я им просто показывал Rise и говорил, ребят, покажите мне, где здесь плохая графика. Они просто открывали рты и говорили, вау, это круто. И, на мой взгляд, именно так все должно работать для простого пользователя, а не так, что мы сначала смотрим тесты, делаем с этого какой-то вывод, решаем, где лучше, где хуже. Просто смотря эти тесты, мы уже психологически себе накручиваем, что, блин, капец, а вот мне не кажется, или здесь не настоящие 4К? Самый главный смысл, который я пытаюсь донести, зачем нам показатели в цифрах, если визуально нас все устраивает? Просто, знаете, я немножко поражаюсь, когда люди спрашивают, как поставить счетчик FPS на Xbox One X. Зачем он тебе вообще нужен? Ты просто играешь, ты знаешь, что там, например, 60, зачем тебе смотреть на какие-то дропы, понимать, когда у тебя прыгнул на 5 FPS ниже, выше, ну, зачем это? Просто, на мой взгляд, почему-то в последнее время люди пытаются именно считать, смотреть на показатели, на цифры, а не играть. И, как по мне, это проблема. Также меня очень забавляет ситуация, когда идет речь про Xbox Series X и его разрешение, и кто-то в комментариях, дабы оправдать Xbox Series X, пишет, что PlayStation по-любому хуже. Да, господи, какая разница, да, это может быть действительно так, но что с этого? Просто для меня, когда речь идет только про одну платформу, зачем туда вписывать какую-то другую, сравнивать, как-то оправдывать свой выбор, ну, зачем? Вообще, виновата, по сути, не платформа, а оптимизация. И, на мой взгляд, в мультиплатформе она будет плюс-минус одинаковая. Да, где-то лучше, где-то хуже, но я не думаю, что разница будет просто как небо и земля. На самом деле, мне всегда было пофигу на эти показатели, поэтому я выбрал Xbox One и, в принципе, до сих пор на нем играю. На мой взгляд, лучше я получу такие красивые игры, как Rise, как Geary 4, Uncharted, Last of Us 2, а не просто 4К разрешение. Просто, к примеру, посмотрите на тот же Watch Dogs Legion. Эта игра не впечатляет своей графикой или анимацией. И тут у меня снова вопрос, какая разница, идет она в настоящем 4К или нет? И если все-таки начать оправдывать тот же Legion, то лучше я поиграю с трассировкой лучей, нежели я поиграю в настоящем 4К, но без этой трассировки лучей. Да и вообще, коль мы вспомнили старые игры, именно восьмое поколение, оно нам доказало, что без всяких технологий со слабым железом мы все равно сможем получить офигенно красивые игры. Просто, если вы не верите, то запустите на восьмом поколении, на слабых версиях консоли, к примеру, игру Uncharted, Gears of War, Rise, вы офигеете от того, насколько они красивы. И это все показывалось без большого количества тарафлопс и без всяких новых технологий. В общем, надеюсь, что в ближайшем будущем разработчики все-таки нам покажут действительно Next Gen. И очень надеюсь, что в ближайшее время нам предоставят самые главные интересные и красивые игры в целом, а не просто увеличенные показатели в плане разрешения и количества кадров. Просто, по сути, показатели увеличились, а интереса к играм, к сожалению, не прибавилось. Вообще, мне очень интересно, что вы думаете по этому поводу, поэтому напишите свое мнение в комментариях. На этом, в принципе, все. Вот такой вот видос. Если вам понравилась моя мысль, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч.